здравствуйте дорогие друзья очень приятно что вы волновались обо мне куда я пропала на целых 10 дней ну у нас были непредвиденные обстоятельства путешествие очень быстрое ну теперь мы вернулись и я хочу сделать обход своей теплицы совместно с вами и так вот перед отъездом я немножко переваливала свои черенки это мои черенки королевских пеларгоний горшочек более просторные приводила все в порядок вот как они сейчас выглядят ну за 10 дней я вижу кое-какие уже тронулись в рост вот светленькие макушечки вот ангелочки немножко потянулись пока нас не было погода была пасмурная было тепло много очень было снега и растения заметно что вот светленькие такие макушечки немного потянулись но это говорит о том что они укоренились на новом месте обжились и начали расти недостаток света здесь как индикатор послужил что в принципе нормально все так ну вот здесь вот листики вот эти попорченные но не в будущем потом отпадут самостоятельно так вот так выглядят отборка то есть черенки которые были без корешков вот какой-то пропал совсем окончательно не зажилось ему вот какие-то я немного их увлажнила потому что они были прям ну сухари сухарями ну и смотрю что вот такое что дала корешки вот такие сухие листики это нормальное явление я всегда вам об этом говорю не пугайтесь растение всегда что-то сбрасывает ну вот в принципе отходы конечно здесь будут не то не бывает такого чтобы все прям сто сто процентов вот корешочки появились то есть вот эти можно будет опять же тоже сделать перевалку вот эти черенки у меня пойдут на сезон работы уже весной то есть эти растения начнут зацветать как раз во время активного сезона продаж ну и потом лето то есть это никакое не 8 марта да и вообще я расчет большой на 8 марта не делаю потому что у нас в нашем регионе 8 марта это еще очень и очень холодно и растения так чтобы прям массово покупали не покупают так ну вот это заналочки это такое позднее осеннее черенкование здесь только избранные сорта которых совсем мало череночков бывает поэтому и совсем мало я делала черенков радуют зебринки вот такие хорошенькие видите много чего тут попроснулась повылазили из почвы горшочек такой будет хорошенький пышненький здесь вот еще одна зебринка у меня есть такая интересная ну вот их можно черенковать вовсю радуют здесь у меня пять горшочков остатки от непроданных 200 граммов очек на рассылку были компонулки это белые невесты смотрите как они замечательно обросли можно взять много черенков с них хорошенькие так это растение прошлогодние вот они в таких горшках они после осенней обрезки тоже видите начали обрастать ну то есть они не начали это давно это делать просто сейчас я уже вижу явные высветления на листиках они во первых требуют еды во вторых требуют солнышко то есть немного тянутся пытаются выкидывать цветоносы за налки цветоносы обязательно нужно удалить они не нужны вот такие лысенькие но зелененькие даже вот такая темная зонка видно по листу вот еще это семенные я опять здесь лажу в своей затрапезной куртке ну простите меня она мне так нравится с этим страшным рукавом но я настолько соскучилась по своей теплице что что-то даже не глянула в чем я сюда пошла и хотелось тоже с вами поделиться вот это зонартик лара рита зонартики вообще во время зимовки не пышут не пышут они такие вот полу полу спящие такие становятся ну все живые так королевка желтит листик листик желтит старый вот эти все листики они старые которые желтенькие вот они легко отделяются вот они уже высохли совсем а вот молоденький побег так вот так молоденький побег видите он такой потянутый вот такой побег он и не даст хорошего черенка качественного то есть скорее всего будет укоренение плохое потому что недостаток света ну и вот он бы не нам и не нужен здесь его можно будет просто вот так удалить совсем я укоренеть укоренять его не буду ставить потому что ну хилый он очень хилый такой светлый и укоренения хорошего не будет скорее всего он загниет поэтому не хватает у него ауксинов гормонов поэтому я не буду его ставить я просто так обрежу сейчас у меня секатора собой нет так а вот эти вот листики еще немного постоят засохнут окончательно и можно будет их убрать вот такие вот так заналочки заналочки неплохо даже вот зелени прибавилось опять же вот цветоносики выламываем сеянцы номерные тоже вот с цветочками шалят лишь пока не было меня не тут во всю ивановскую давай цвести придумали тоже вот еще что-то сортовое оранж сплэш с простым цветком сортик очень яркие сочные вот и дает бутончики не нужны мне бутончики так пестрики так вот опять что-то у нас тут бутона все это нужно выломать окно вот золотолистные это не бледные это золотолистные сорта вот светлые листва у них они себя хорошо чувствуют по сорту красивые шокинг оранж еще один уже набутонился убираем зима зима вносит вносит свои коррективы недостаток света вот ангел оброс хорошо ангел но вот эти вот высветление это требует магниевую подкормку то есть нужно сульфат магний развести и пробежаться полить так вот это посылочное растение то есть все таки еще есть убыль вот один горшочек беру сорт софия софия осталось 4 4 8 штук осталось софии ну вот это ангелочки это королевки королевки вот они все набрали бутон вот выламывать я ничего не буду сейчас самый конец декабря и не факт что они прям вот за две недели как летом бутон этот вызреет и срочно даст нам сочный хороший цвет нет не факт потому что будут они сидеть и ждать солнышко листочки так хорошо развитые экземплярчики тоже нормальные ну тесновато им сейчас уже стало я их буду расставлять вот расставлять они тесноватость они вот сейчас показывают что даже там внутри листик стал желтеть конечно все это нужно убрать листик желтится тот старенький листик который приехал с черенка он на коротком череночке видите и закрыт новой свежей листвой естественно ему не хватает солнышка это естественно верхние листики более крупные широкие и закрывают нижние поэтому нужно их расставить листики эти обобрать подкормить также сульфатом магния и будет все нормально так здесь у меня сеянцы полученные из рассадой полученные примуки ну вот три несколько вот три уже распустилась вышли на бутон так здесь вот еще бутоны есть листвы нет бутоны есть но я с ними первый год поэтому не знаю как с ними обходиться посмотрим некоторые вот именно наращивают розеточку некоторые на бутон пошли может быть особенность сорта может быть мои условия мне понравились в общем посмотрим а вот сеянцы которые я сеяла естественно они на какой ни на какой бутон не идут они все и растят розеточку но подросли за эти десять дней до существенно подросли особенно об коника вот приму лап коника волнистенький такой листик хорошенький а маленькие вот эти нужно переваливать я их не успела перевалить вообще у меня в планах стояла перевалочка ну ладно перевалим сейчас и будем решать проблемы по мере их поступления кальциолярия мне нравится хорошенькие тут вот несколько пышненькие мне кажется она тоже бутонится да не кажется точно ну и бог с ней раз ей так нравится я просто потом буду знать по срокам посева буду немного позже сеять ее кальциолярию смысле потому что кальциолярию я села я не получала ее сеянцы это все мои вот при муку сеять как раз в эти же сроки даже еще можно пораньше чем я сеяла потому что моя видите уже ну такая есть вот пышненькие и бутона здесь еще нет а вот приезжие товарищи показывают бутон значит мне нужно наоборот посеять немного пораньше так вот я перешла на зимующие гортензии я их просто обобрала листву у них и вот здесь вот почки вот концы как-то не очень а боковые почки все хорошие живые и все вот вижу что начинают набухать и из центра кустика новые побеги но они стоят у меня под столами чтобы не мешались там другой сорт у него почки красные такие интересные вот тоже другой сорт хочу сказать вам что в гортензиях я никакой не дока для меня это также культура новая от гортензии пепперминт это крупнолистная гортензия у нас в сибири она не зимует ни каким образом ни с укрытием там не с утеплением ни с чем это для нас сугубо горшечная культура вот либо оранжерейная поэтому пока я могу только у вас спрашивать о каких-то моментах и наблюдать делать свои выводы за своими гортензиями за своей зимовкой вот здесь вот здесь был маленький экземплярчик очень очень маленький ну чё-то он не зажилось ему однако да да он просто пересох потому что очень маленькая очень маленький объем стаканчик маленький вот на хозяйстве у нас был один сын поэтому конечно такой мелочи он не знал что у меня здесь что-то стоит важное так пройдем дальше так здесь у меня компанулки я уже немножечко вам рассказывала и немного брала черенка но я тогда не старалась и я сделала в основном обрезку удалила все побеги которые были цветочные несли себе вот эту цветочную кисть большую а теперь вот радует то что компанулка обросла хорошо и здесь можно уже брать массово черенок то есть вот сейчас самом конце декабря я это как раз делаю руки уже чешутся вот еще есть такие побеги видите они цветочные вот такой побег брать можно укореняться он будет гораздо хуже чем вот такой вот такой допустим вегетативный видите просто такая аккуратненько розеточка отсюда будет развиваться хорошенькое растение а вот отсюда как бы он такой разветвленный разветвленный но здесь уже заложены бутоны то есть цветочные кисти заложены поэтому здесь укоренение не факт что пройдет хорошая хотя я тоже возьму вот это колокольчик ломки он имеет вот такой немножко белесенькие такие но светловатенькие молодые побеги вот именно вот при таком сейчас освещении вот это не пугайтесь у кого есть колокольчик ломки он такой опушенные листики у него это нормальное явление то есть это никакое не заболевание не недостаток это реакция на температуру и освещение так это тоже там что-то я не любовник махровый вот от отрастает хорошо тоже можно уже брать и вот молодежь вон молодежи сколько много она через месяц поспеет хорошо ее нужно будет резать и здесь вот тоже много всего в общем радует меня они так ну ключи лесные как всегда в своем репертуаре стоят лысые на мой взгляд окно это все растения с которые я буду брать черенок но сейчас я черенка брать не буду я буду просто убирать вот эту макушку прищипывать для того чтобы чуть позже брать черенок чтобы вот этот вот побег он немного вызревал вот это место и черенок я буду брать с одним междоузлием то есть вот один лист и вот так это будет череночек укореняются они отлично так ну здесь еще это у меня дихондра дихондра серебристая вот началось отрастание вот молодежь видите светленькая такая серебряная а вот это вот листики которые бы у зеленой были желтые то есть это нужно мне обобрать все обрезать и вот эти молоденькие побеги при отрастании можно будет черенковать вот так она перезимовала изначально это был синиц так вот так выглядят обрезанные маточники новогвинейского бальзамина стоят они в холоде то есть здесь 10 сегодня у нас была очень морозная ночь было минус 30 и внутри вот этой холодной части теплицы у нас было плюс 8 ну то есть такая температура что даже плюс 10 нет есть вот такие выпады ну я не расстраиваюсь у меня этот сорт уже взят он есть черенки хотя бы несколько черенков есть и это уже хорошо и вот эти они не торопятся обрастать и я их не ставлю в тепло потому что ну потому что не ставлю так здесь у меня есть два декабриста подаренных мне светланой вот этот белый экземпляр представляете он по новой собрался цвести смотрите вот бутончики его я планировала на сегменты все разобрать и укоренять а он по новой стал бутоница интересный какой а это красный малиновый такой вот этот нет этот не собирается его можно с чистой совестью разобрать на сегменты так это еще компонулки тоже вот такие вот видовые компонулки это у меня пожарского пожарский тоже вот радует можно тут кое-что уже брать на черенок так это у меня партеншлаг наверное да партеншлаг это фиолетовый партеншлаг ой здесь вообще много чего можно взять прям хорошо так и вот партеншлаги беленькие а белый видите опять идет на бутон вот вообще как их заставить гнать вегетативный побег вот они гонят бутон и все то есть такой побег с бутончиком совершенно нет смысла брать на черенок он не укореняется это еще один ломкий очень хорошенький пышненький это еще одна дихон драчка вот это череночки которые были старенькие при старенькие и были у меня перед отъездом перевалены вот в литровый горшок и вот эти вот лысики вот эти лысики это не как вам объяснить то то есть эти лысики с умыслом это будущие штамбики то есть вот наверху я вижу что он началось отрастание верхушечной меристемы то есть почечка проснулась вот здесь по бокам я тоже вижу сейчас я увеличу секундочку вот вот почечки по бокам по стволику зелененькие то есть началось пробуждение спящих почек вот здесь вот пазухах бывших листиков то есть экземплярчики вполне себе за эти дни происходит там укоренение интенсивное и эти все растюхи я буду выводить на штамбики то есть из этих страшненьких палочек будут хорошенькие кустики ну все еще впереди увидим так это у меня не разобранный хлам так это цинирария бедняга переваленная от светланы я забирала и такая неплохая только кто-то ей дырки сделал почему-то какой-то гад был ну ладно обработаем посмотрим так просто тоже перевалило ну так ничего не смотрю укоренились ну такие вот здоровые так здесь у меня маточники обрастающие по петуниям значит за время моего отсутствия я вижу что кое-что здесь уже по наросло и вот с этих вот малышей а кто не знает со мной недавно на канале у нас получилось по осени был очень слишком сильный сильный ветер мы в этот день заливали жидкий пол в теплой части и нам раскрыла крышу и в общем в одну ночь нам заморозило все вот и это кустики обрастают после вот тех событий какие-то кустики вот не пережили все-таки никакие никаким образом ничего ну а какие пережили те меня вот будут давать самое начало моим вегетативкам то есть что-то я уже смогу здесь снять ну а такие вот неудачные скелетики выбросить вот поэтому ну неплохо неплохо обрастание есть хорошенькие сейчас я буду массовое черенкование в январе делать и все нормально будет это у меня здесь позор такой бегонии латиорки есть отходы есть погибающие экземпляры есть выживающие экземпляры в общем нужно все это приводить в порядок и переносить мне на новый стеллаж еще мне стеллаж один алёша доделал в общем буду переносить так это исхинантус переваленный исхинантус кстати вот пробудил почечки вот везде это черенки исхинантуса были вот я их перевалила в хороший горшочек стаканчик и вот они себя хорошо чувствуют интересно такое теплолюбивое растение в таком дубоке хорошо себя чувствует здорово так здесь у меня о здесь у меня какой какой у меня здесь lanai purple star purple star это пятнистая такая штука не выжила не выжила ну ладно это вербена вот есть другие сорта короче чем богаты тем будем радоваться то что выжила уже можно черенковать спокойно можно черенковать чем я и займусь так это у меня облезлые причем еще и в белокрылки фуксии это такие это такие но в общем вы сами знаете кто они такие не могу я с ними уже в третий год ладу дать это просто какой-то ужас вот она сбросила всю листву и начала по новой обрастать вот вот это просто какой-то ужас ну в общем надо приводить порядок так здесь у меня что вот у меня красотка это наверно крок о долл такой пятнистый красивый красивый да это крок о долл сорт очень красивый шелестная пиларгония значит с плюшками я поступаю зимой именно так как я вам уже сказала то есть я прищипываю макушку такая сочная аж брыжет с нее сок и все сейчас я с ними ничего особенного не делаю ну кроме как вот полью подкормлю их точно также сульфатом магния вот макушечки прищипнула но вот эти листики это просто потрясающее и причем вот этот вот сетчатый рисуночек он проявляется именно зимой когда вот недостаток света вот это вот сетчатость проявляется а когда очень очень много солнечного света обильный свет то сетчатый рисунок исчезает он не исчезает он такой становится более зеленый хлорофилла образуется очень очень много и сеточку эту не видно вот ну хорошенькая так здесь тоже самое здесь у меня какой-то другой сортик зебра ли их можно вот так переворачивать свету немножко поворачивать другим боком они также сушат листик вот просто сухой листик так же как и все пиларгонии это явление абсолютно нормально единственное что может пугать у плющелистных листик сохнет вот как-то как там знаете вот по краю так начинает вот раз 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 и как тряпка становится вот может это пугать но это не пугайтесь это все-таки реакция на недостаток света но опять же это у меня у меня сибирь я не перестаю повторять и заострять на этом внимание что у меня сибирь и у меня в ноябре уже начинается глубокая зима потому что у нас короткий день становится и отрицательной температуры и мрачно пасмурно много очень много снега а раз много снега значит это недостаток света на крыше лежит снег так нынче у меня очень плохо зимует сорт за нартик роуз у меня есть еще но вот маточное растение она видимо постарела я его не обновляла а ему уже четвертый год и она вот плохо зимует прям не нравится она мне ладно так здесь тоже еще есть новогвинейцы это осики обрезанные вот тоже можно уже их брать черенок с них хорошо обросли так это опять же новогвинейцы так вот бывает новогвинейцы вот вроде бы ничего ничего потом раз и начинает гнить это значит корневая система это растения старые то есть прошлогодние крупные растения и с ними такое случается то есть всегда нужно новогвинейц если хотите сохранить сорт обязательно делайте несколько черенков обязательно вот то что можно взять череночек уже вот вот уже достаточно отрос побег нужно брать как только достаточно отрос побег сразу берите не надо ждать не надо ничего и вообще новогвинейцы лучше говорят что лучше не нужно их сохранять вот в таких вот больших растениях то есть раз убрать черенки в черенках они сохраняются лучше так ну и здесь у нас опять же немного скелетиков обрастающих призантелки мультифлорки уже можно вовсю брать тоже череночек укоренять чем мы в общем то и займемся это вот кореечка аленка симпатяшка даже зацвела так это калиброшечка тоже нужно будет брать черенок так вот цинирария к чему я шла к чему я вас вела это цинирария то есть цинирария у меня посев был июльский июльский начало июля я почему таким образом посеяла я вот прям как знала что мы осенью попадем под этот заморозок когда нам раскроет крышу и это цинирария у меня уже восстановленная то есть были большие отходы у меня цинирарии было много под 200 горшков а теперь осталось наверное ну сотня может быть осталось может меньше даже вот и они все разные они у меня есть и обрезанные видите вот как бы два получается наверху и вот снизу и есть прищипнутые и есть вот убранные листики которые листики были такие лопушистые и обмерзшие то есть цинирария вообще по качеству у меня кто во что куда пошел вот такая есть то есть там откуда-то самого-самого корешка где-то там было две почечки и вот проснулась два маленьких побега даже такая есть есть вот более-менее приличные но цветков я не вижу пока на ней ну в общем-то это и радует что сейчас нужно им хорошее обрастание что я сейчас с ней буду делать я ее уже кормила разочек комплексным удобрением да есть кстати вот такой экземплярчик то есть все таки все таки не жилец ну вот такие вот еще бывают так сейчас уберу его не бесил так ага есть вот такой видите даже бутон тоже эту культуру я взяла нынче первый первый раз это мои сеянцы и сеяла я их уже сказала что в июле в начале как будто прям чувствовала вот уже бутон и они все разные к чему я они все разные смотрите какое качество разное все-таки семена какая-то сорта смесь какая-то мало того что они будут смесь по цветам они еще и смесь по силе роста по типу роста какие-то не все разные листья вот такие вот кудрявые есть или с листья вот такие как у мать и мачехи есть вообще какие-то на огурцы похожие листья но то есть вот такое все разное и я сейчас просто вот наблюдаю то есть куда я с этими растениями я конечно не знаю ну по цветут может быть вот еще один отход вот и есть у меня несколько экземпляров прошлом году я ее выписала как перекалис в агровиоле и вот этот вот самый перекалис после того как он отцвел я его брала на черенкование черенки тоже не все выжили вот выжил один два сейчас второй покажу один вот такой разница смотрите после черенкования и от сеянца листики то совсем маленькие у череночков какие-то мелкие а сеянцев какие лопухи крупные вот еще один из черенка здесь вот какой-то на два получился а это вот четыре растения будет из них два таких розовень вот так вот такая вот у меня интересная штука с цинирарий покормила я ее уже два раза комплексным минеральным удобрением мое любимое цветочная акварин там есть все азот фосфор калий плюс у комплекс микроэлементов вот собственно ничем таким особенным я их не кормила там больших подкормок не делала там каких-то супер модных просто обычная поливаем мы водой которая у нас из нашей скважины достаточно жесткая содержит карбонаты по качеству воды хочу сказать в принципе вода пригодна для всех растений ну я все растения ей поливаю нормально все растет ну и в общем вот так выглядит моя цинирария и кроме этой цинирарий еще есть несколько у меня экземпляров это то что а цветы я брала вот такие вот у меня дела это пустые горшки они не пустые там находятся клубни клубнивых бегоний тоже сейчас пока они в холоде слегка влажный субстратом чуть-чуть влажненький такой я их не трогаю не вытряхиваю еще немного постоят с месяц и начнут просыпаться это уже у меня опыт такой есть вот так еще маточники мои выглядят вот этот стол немножко пониже еще меньше солнца вот кстати очень красивый сорт зональная пеларгония born home пеларгон тоже тоже вот это вот красивая сетчатость проявляется при недостатке света такая необычность это ангелы вот еще один крокодол тоже вот так же вот нужно сделать даже вот смотрите здесь боковой есть побег сейчас фокус на виду вот боковой побег а вот здесь вот уже цветочек цветочек мне точно не нужен и можно вот здесь прищипнуть а можно было и вот здесь прищипнуть ну я чуть повыше сделаю потом буду брать череночек вот такие вот дела вот так красиво пышненько веселенько начинает отрастать вербейник монетчатый где-то у кого-то он зимует возможно и у нас зимует не спорю не спорю но этот вербейник монетчатый я буду применять для композиций поэтому мне нужно пораньше брать с него черенок и делать композиции в кашпо и поэтому меня не устраивает то что в открытом грунте он будет поздно отрастать поздно просыпаться и поэтому я его зимую вот так многие могут сказать что это сорняк но мы и сибири таким сорнякам рады вот ну все я вам показала рассказала ну с вами вместе посмотрела что у меня и как какие у меня теперь объемы работы теперь у меня будет идти день за два это точно работать нужно и работать и не покладая рук по моему нужно уже переходить в режим питания кто что нашел тот и съел потому что сейчас нам нужно за январь успеть очень многое во первых посеять все что все что мы будем черенковать к сезону это всякие такие петунии ампельные с дорогими семенами которые можно после того как они взойдут можно будет начинать снимать с них череночки для того чтобы увеличить их количество можно будет черенковать всю вегетативку начинать ну в общем работать и работать ну на этом все дорогие друзья я обязательно вам расскажу и покажу специальный ролик о том где мы были что мы видели и зачем мы уезжали всего доброго до свидания до свидания